Недавно она отпразднула очередной юбилей, однако кажется, что годы не властны на олимпийской чемпионкой Светланы Антиповой. Один из руководителей чемпионата школьной баскетбольной лиги, вот уже 10 лет она колесит по российской глубинке и агитирует за баскетбол, мастер-классами и участием в матчах звезд. Ульяновск в очередной раз удивил ее новым фоком Орион с настоящей профессиональной баскетбольной площадкой. Это настоящий, как мне сказали, березовый паркет, но это, я не знаю, где еще такие есть, и вот с удовольствием на него смотрю, он весь блестит, сверкает, да, вот это вот как раз кроссовки скрипят по нему, вот этот вот именно мне звук нравится, когда вот такой вот, видно, что это вот такая вот жизнь идет, какая-то спортивная, такая баскетбольная. Баскетбольная спортивная жизнь в регионе благодаря проекту Кэсбаскет живет уже 10 лет. Ульяновская область один из самых активных участников чемпионата. Достаточно сказать, что один из девяти предыдущих всероссийских суперфиналов прошел именно в Ульяновске, в Ледовом дворце Волгоспорт-арена. Но главное, в регионе уже давно нет школ, где не слышали бы о Кэсбаскет. В этом году участие в чемпионате приняли 292 ульяновские команды, ровно столько же, что и год назад. У нас немножечко сокращается количество школ и сокращается количество школьников старшего возраста. Поэтому то, что у нас осталось на том же уровне, это хороший результат, я считаю. Я где-то проводила аналоги, примерно 70% наших школ играет в Кэсбаскет. Кэсбаскет уникален тем, что в нем могут принять участие только школьные команды. Это условие уравнивает шансы соперников. Но при этом добавляет головной боли учителям физкультуры. Ведь они стараются собрать команду из старшеклассников, чтобы было больше шансов на победу. Однако будущие выпускники и так загружены математикой, физикой, литературой. У детей выпускного класса на первом месте учеба. И баскетбол отступает на второй план. Но тем не менее, кто умеет учиться, тот не умеет играть. И самое главное, сплоченность коллектива. Эту сплоченность коллектива в полной мере показали ученицы первой новоульянской школы. В решающем матче у регионального этапа они встречались с соперницами из Ульянского лицея при техническом университете. На равных игра шла только до середины матча. А затем баскетболистки из Новоульянска уверенно победили. И впервые в своей истории представить регион на повозском этапе. Лучшим игроком финала стала Виктория Офицерова, капитан-чемпионок. Пока еще не ощущается вот этого всего драйва. Мы не верим в это. Но я думаю, из-за того, что из-за соперности команды. Я думаю, это нам помогло. Чтобы мы верили до последнего и боролись до последнего. До последнего в финале боролись и юноши из 40-го Ульянского лицея во главе со своим наставником Павлом Дзергуновым. В концовке встречи они даже сократили отставание от соперника всего до одного точного броска. Однако учащиеся многопрофильного лицея из Димитровграда под руководством более искушенного наставника Алексея Романченко все же победили с разницей в 6 очков. И представят Ульяновскую область в финале чемпионата Приворского федерального округа. Старты пройдут в середине марта. Михаил Рассашанский. Новость Ульяновской правды. Новость Ульяновской правды.